Всем привет, дорогие зрители! В эфире Магистр Синий, это программа Поясни за Бухло. Уже конец лета, это значит две вещи. Первое, то что мы совсем в край обленились и давно не выпускали видосов. А второе, то что сегодня первый выпуск нового сезона, а значит погнали бухать. На обзор сегодня я беру банку чешского барного пива. Конечно, от чешского здесь одно название, но написано, что сварено оно по чешской рецептуре и всё такое. Короче, зацените эту литровую баклажку. Пиво к нам приехало прямиком из Самары, с Трёхсосинского пиловаренного завода. И здесь у нас что есть? На бумаге типа пара наград, две золотые звезды международного дегустационного конкурса Superior Taste Award из Брюсселя и серебряная награда старейшего международного конкурса Monde Selection в Брюсселе. Короче, будем разбирать его по деталям. Плотность 12%, крепость 4,9%. Пиво сварено по ГОСТу. Ой, о чём уже должно говорить. Вкусным. В составе у нас ячменный солод и жатецкий хмель. Хорошо, раз жатецкий хмель, то так на будущее будем сравнивать его с тем же жатецким гусём. Хорошо, вкуснее. Из интересного. Калорийность 46 килокалорий на 100 грамм. Бла-бла-бла, всякая хуйня. Ничего интересного. Лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать. Вот это! Лучше попробовать нахуй, чем прочитать. Это, блядь, лучшее тёмное пиво, что вы можете напить. Империал нахуй. А это уже в следующем выпуске. Видите, нахуй. Короче, лучше один раз попробовать, чем читать всю эту хуйню на контр-этикетке и делать какие-то предположения. Погнали. Наливаю аккуратно. Но пены всё равно много. Она такая светлая. Прикольная. Где-то 50 на 50 получилось. Светло-золотистого цвета пивко. Аромат такой, знаете, лёгкий. Ну, не чувствуется. Нет такого ощущения, как будто бы его разбавляли спиртом или хуёво очищали. Не знаю. Пока, на первый взгляд, всё достаточно приятно. Если бы ещё, сука, мой оператор не ебал голову вот этими странными звуками на заднем плане, не открывал своё бухло, было бы нормально. Но ничего. Короче, вот я его только налил. Буквально второй стакан пью. Она уже мальчат. Пидор ты, блядь, сука. Оно реально мягкое на вкус, такое приятное. Что ещё нужно от светлого пива? Чтоб тебе было ему приятно пить, вкусно достаточно. Не ебало голову, не тянуло спиртом от него. И было хоть немного похоже на пиво. На пиво вот это похоже 100%. Цена, в принципе, тоже приемлемая. 130 рублей за литровую банку. Ещё такой момент. Обычно бывает то, что когда ты вначале пива пьёшь, вот только-только открыл банку или бутылку, первые там пара стаканов, они нормально идут. Потому что пока газы ещё не вышли, оно достаточно приятное на вкус. А когда ты уже допиваешь, получается вообще полная ебанина, тебе плевать хочется. Поэтому я сейчас проверю. Я допью банку до конца и скажу вам в конце, изменилось ли моё впечатление. Пока всё охуительно. В общем, я уже практически до конца эту банку допил. Что вначале был вкус хороший, что сейчас нормальный. Так что карбонизация здесь заебись. Свою цену пиво оправдывает со своей 130 рублей за литр. Если вы хотите выпить много пива, значит можете смело брать вот это. Не пожалеете, думаю. Резюмируя, скажу, что мне оно понравилось. Ставлю класс. Заслуженные 7 баллов из 10. Рекомендую. Хотя бы попробовать. Ничего такая штука. Короче. На этом выпуск завершён. С вами был Магистр Синий. Программа «Поясни забухло». Я сейчас пойду заряжаться. Так сказать, вкатываться в рабочий ритм. Готовить для вас новые интересные обзоры. На канал подписывайтесь, на инстаграм. Всё будет в описании. Следующий выпуск будет интересным. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok